МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как на госзакупках, цены повышали. Творог по 5 тысяч тенге за килограмм. Планировал закупать Алматинский областный центр медико-социальной реабилитации и психотерапии. Антикоррупционная служба провела специальный мониторинг. 29 авто на штрафстоянку всего за 2 дня. В числе нарушений и нетрезвое состояние. И это только по Талкургану. А вот полицейские Каратальского района свели на ноль. Разбойны нападения. Причем эффективным оказался дедушкин метод. В Алматинской области определен кандидат в депутаты Сената парламента Республики Казахстан. Им стал Серегжан Бескимпиров. Кандидатура Серегжана Бескимпирова была рассмотрена на 58-й сестии областного масляхата в режиме онлайн. Единогласное одобрение депутатского корпуса для кандидата станет путевкой для участия на выборах Сенат от партии Нуратан. Серегжан Бескимпиров родился в 1960 году. Окончил Алматинский энергетический институт по специальности инженер-электрик. Трудовой путь начал простым мастером. Позднее в разные годы был Акимом Каратальского, Панфилского районов и города Текили. Сейчас работает заместителем Акима Алматинской области. Отличается трудолюбием, стойким характером и неравнодушием к проблемам общества. Отметим, по распоряжению Касымжомарта Тукаева 12 августа пройдут выборы депутатов Сенат парламента. К другим темам. О фактах завышения цен в системе государственных закупок в Алматинской области сообщил в ходе брифинга в ЖТСУ Медиа первый заместитель руководителя Департамента антикоррупционной службы региона Жандос Жумабаев. Как выяснилось, нередко заказчики госпредприятия покупают товар по завышенной цене. К примеру, в результате антикоррупционного мониторинга портала «Единое окно закупок» выявлено, что в Алматинском областном центре медико-социальной реабилитации и психотерапии планировался закуп одного килограмма творога по 5000 тенге, килограмм укропа по 1350 тенге. По результатам внесенных надзорными органами предложения закупки отменены. Экономия финансовых средств составила почти 9 миллионов тенге. В целом, с начала текущего года, посредством анализа портала «Госзакупок» «Единое окно закупок» сэкономлено более 750 миллионов бюджетных средств. По линии здравоохранения было сэкономлено более 300 миллионов, по линии образования тоже более 300 миллионов. В последующем на будущее были направлены с нашей стороны предложения, которые рассматриваются на республиканском уровне, для внесения соответствующих изменений в законодательные и нормативные правовые акты. Все в одном. В отечественном онлайн-пространстве заработала единая платформа интернет-ресурсов государственных органов. Официальный сайт Акимата Алматинской области тоже перешел в данную систему. Теперь новости о регионе и о проводимой работе можно узнать, перейдя на сайт www.gov.kz. Ранее действующий официальный сайт Акимата области gtsu.gov.kz не активен с 12 июня. Данный переход осуществлен в рамках цифровизации. Проект сэкономит время граждан в поиске нужной информации и удобен в пользовании, говорят эксперты. До конца июня интернет-ресурсы всех управлений области будут доступны на этой странице. По ссылке www.gov.kz вы можете перейти на единый портал интернет-ресурсов государственных органов. Здесь вы можете по списке найти любой интересующий госорган, нажать. И вы, допустим, на примере нашего управления, это страница управления цифровых технологий Алматинской области. Здесь размещена вся интересующая информация. Это информация об управлении, деятельность, все документы, бюджет. Также последние актуальные новости, видеоролики, ссылки. Также указаны все проекты, реализуемые. За танцевальный флешмоб на карантине наказали Акима в Карагандинской области. Его предупредили о неполном служебном соответствии. Видеоролик танцевального флешмоба появился в ТикТок и разлетелся по соцсетям. Оказалось, что видео было снято в честь Дня работников культуры. На нем танцует Аким поселка Жайрем Аманказы-Наукенов. В настоящее время отделам полиции города принимаются соответствующие меры в отношении данных лиц в рамках Кодекса об административных правонарушениях. На ликвидацию радиоактивных пятен в Ускаменногорске не хватает финансирования. Экологи уверены, с таким бюджетом вывести опасные пятна возможно только через 100 лет. Дополним, Восточный Казахстан занимает лидирующие позиции по онкологическим заболеваниям в стране. Один из крупных университетов Восточного Казахстана находится практически в эпицентре радиации. На загрязненной территории расположены автообусные остановки, автостоянки, жилые дома. О том, что здесь кругом радиоактивные пятна, знает каждый местный житель, так как появились они 70 лет назад. Проблема поднималась давно. Правительство услышало, выделило деньги. Но на сегодня из 20 таких загрязненных территорий только 8 ликвидированы. Подросток умер во время массовой драки в Таразе. 15-летний юноша получил 8 ножевых ранений и, потеряв много крови, скончался. ЧП случилось ближе к ночи в микрорайоне Шульдала, что на окраине Тараза. Четыре подростка-сверстники с соседней улицы специально вызвали его для разбирательств на местный стадион. Сначала дрались один на один. Позже проигравшая сторона позвала на помощь друзей. И противников стало в 4 раза больше. Родители не могут оправиться от шока. Требуют наказать виновных. По факту смерти подростка полицейские начали досудебное расследование. К новостям региона. Сохранить для будущего поколения. 11 крупных лесных пожаров зарегистрировано в Алматинской области с начала текущего года. Общий ущерб исчисляется миллионами. Но главное, природе нанесен непоправимый вред. Дабы не допустить дальнейшего роста, сотрудники ДЧС региона провели профилактическую беседу с владельцами зон отдыха на территории Талдыкурганского лесного хозяйства. В течение года в пожарном графике значится несколько пожароопасных периодов. Очередной из них приходится на лето. Учитывая повышенную температуру, в регионе участились случаи возгорания сухой травы. Факты зарегистрированы как в лесостепной зоне, так и на участках дачных массивов. В целях профилактики сотрудники противопожарной службы обошли зоны отдыха, расположенные в Талдыкурганском лесничестве. Вот пришли, как бы вам сказать, поинструктировать вас, обследовать вашу зону отдыха на соответствие пожарной безопасности. Вот буклет о соблюдении правил пожарной безопасности. Ознакомьтесь, соблюдаете требования пожарной безопасности и надо требовать от отдыхающих тоже. 13 июля открылись, работу начали, гостей принимаем, соблюдаем пожарную безопасность. Гостям объясняем, чтобы соблюдали тоже пожарную безопасность, санитарию. И спасибо вам, что пришли, ознакомили и спасибо вам, что предупредили. Расположение на лесистой территории обязывает постоянно быть бдительными и работающих в березовой роще. На случай ЧП здесь есть все необходимое – шансовые инструменты, хлопушки, лопаты, огнетушители и так далее. Люди отдыхают, разжигают костры, близ деревьев, в неприспособленных местах. И вследствие чего происходит за грани. В этом году предусмотрена 367 статья, где предусматривается за нарушение правил пожарной безопасности на физических листах 10 МРП, на должностных листах 20 МРП, на субъектов среднего предпринимательства 50 и на субъектов крупного предпринимательства 150 МРП. По словам спасателей, с начала года на территории Талакурганского лесничества лишь единожды выявили факт незаконного отдыха с розжигом костра. Это в разы меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, радоваться рано. Пожароопасный период только стартовал. Однако, спасателям следует быть готовыми ко всему. Дамир Анитов, Нуржан Муканов, Телеканал ЖИЦУ. На страже порядка. На 100% снизились разбойные нападения в Каратальском районе. Заметно убавилось и число грабежей, а также ДТП. Радужную статистику за первое полугодие привели сотрудники местной полицейской службы. О действенных мерах, предпринимаемых блестителями закона в борьбе с преступностью, расскажет мой коллега Дамир Анитов. Эффективной борьбой с преступностью стражи порядка применили простой, но очень действенный метод – пеший режим. Практика с лихвой себя оправдала. В общественных местах и на улицах уже в значительной мере сокращена преступность. Ежедневно сотрудники отдела полиции осуществляются четыре пеших и один экипаж автопатрулирования по осуществлению общественного порядка. В цели профилактики предупреждения преступления данного вида нами проводятся целевые рейдовые мероприятия с отработкой ранее судимых лиц за совершение корыста насильственных видов преступления. Патрулируя свои участки, полицейские ведут активную разъяснительную работу с гражданами. Они вручают им информационные памятки, брошюры с полезными советами, как предупредить квартирные, карманы и автомобильные кражи. Посещают стражи порядка и объекты малого бизнеса, в их числе магазины, парикмахерские, салоны красоты, ломбарды и так далее. Мы ежедневно обходим места массового скопления людей. Если есть нарушения со стороны граждан, к примеру, курение в неположенном месте, просим их соблюдать закон. В магазинах мы советуем установить камеры и решетки. Это делается для их же безопасности. Если завтра их ограбят, то по записам с видеосъемки мы раскроем дело заметно быстрее. Активно ведется работа по сокращению дорожно-транспортных происшествий. Начало года на территории района произошло 8 аварий. В итоге 17 человек пострадали, один погиб. Это все же меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако радоваться тут нечему. Сотрудники дорожной полиции намерены усилить работу в этом направлении и значительно минимизировать количество ДТП. Сейчас это задача номер один. Дамир Анитов, Амина Худайберген, Жай Курманбаев, Телеканал ЖИЦУ. Полицейские Алматинской области усилили работу по снижению количества ДТП. 13-14 июня сотрудниками городской патрульной службы проведем плановый рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения. По его результатам 29 авто отправлено на штрафстоянку. У 19 из них изъяты государственные регистрационные знаки. Всего выявлено 267 нарушений ПДД, в их числе выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, не пристенутый ремнями безопасности водителей и так далее. Не обошлось и без грубых нарушений, таких как управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За два дня задержаны два пьяных водителя. Помимо этого патрульные полицейские проводят рассеянительную работу на дорогах и автобусных парках с водителями. Самые распространенные нарушения связаны с пешеходами. 53 протокола, 43 за пренебрежение водителями ремнями безопасности, 16 нарушений правил маневрирования, ну и, конечно, разговоры по телефону. 12 фактов. Наши сотрудники на постоянной основе проводят такие рейды с целью выявления нарушителей за рулем. В Париже впервые с момента введения карантина полностью открылись кафе и рестораны. Регион Иль-де-Франс перешел в так называемую «зеленую зону». Власти страны заявляют, что Франция преодолела самый тяжелый период эпидемии, но напоминают о необходимости соблюдения санитарных правил. В понедельник после долгого перерыва в работе начали принимать туристов свыше трех десятков объектов истории и культуры. Однако действует запретное собрание в общественных местах численностью более 10 человек. Полчища саранчи уничтожает посевы индийских фермеров. В штат Раджастан пустынная саранча добралась из Пакистана уже в начале мая. По оценкам экспертов продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, нашествие будет продолжаться как минимум до начала июля. Оно затронуло уже 43 района в пяти штатах. Передвижению саранчи способствовал циклон Амбхан. Взрослые особи пролетают до 150 километров в день. Ученые говорят, что участившиеся во всем мире нашествия саранчи связаны с изменением климата на планете. В Лондоне стартовала неделя моды. На этот раз из-за распространения коронавирусной инфекции показы проходят в онлайн формате. В течение нескольких дней моделеры будут представлять коллекции весна-лето 2021 года. Свои линейки покажут не только известные модные дома, но и начинающие дизайнеры. По словам исполнительного директора Британского совета по вопросам моды, это первая модная неделя без традиционного подиума прохода моделей. Но будут фильмы с презентациями коллекции. Как утверждают организаторы мероприятия, пандемия нанесла огромный удар по индустрии. 73% работающих в этой сфере компаний сообщили об отмене заказов. Поэтому это будет шагом коммерческой и потребительской аудитории, а также возможностью по-настоящему взглянуть на то, как индустрия по-новому воспринимает цифровые технологии и ищет новые пути. Ежегодно самые творческие, самые интеллектуальные, самые спортивные казахстанские семьи делятся секретами успеха в национальном конкурсе «Мерилет Босе». В нынешнем году побороться за звание образцовой семьи в отборочном туре. Готовы десятки достойнейших пар Алматинской области. В нем примет участие и семья Несипая Мухаммедбекова из села Конролен Памфиловского района. Напомним, конкурс «Мерилет Босе» был учрежден по инициативе Нурсултана Назарбаева в 2013 году. Семья Несипая Мухаммедбекова – пример для многих сельчан. В этом году он и его супруга Баджан Оразбаева отмечают 55-летний юбилей совместной жизни. Вместе они вырастили дочь и двух сыновей. У пожилой четы подрастают девять внуков и два правнука. Всех их Несипая считают достойными людьми, ведь воспитывались они на словах назидания великого Абая, творчество которого глубоко чтит глава дома. У дружной семьи есть и свои традиции, поддерживаемые хозяйкой Ачига Баджан Апа. Однако основой долголетия их отношений оба супруга считают взаимноуважение и любовь. Вы не поверите, но за 50 с лишним лет мы с моей супругой ни разу не ругались. И в том, что мы живем счастливо, поле полувека – это обоюдный труд. В семье и муж, и жена должны научиться терпению, терять радость и беды, понимать и поддерживать друг друга. Вот тогда будете жить без ссор. Тогда в семье будет и достаток, и благополучие, и мир. Я была приятно удивлена, когда узнала, что нашу семью выдвинули на участие в таком большом конкурсе. Наверное, мы действительно являемся в чём-то примером для своих земляков. Я признательна всем им за доверие и высокую оценку. Более 40 лет жизни Несибай Мухаммедбеков отдал педагогической работе, 14 из которых был директором Конноруленской средней школы имени Кошбанбет Бия. На его счету комсомольская и партийная деятельность и работа в профсоюзе. По признанию Баджану Разбаевой, несмотря на занятость, Несибай Ага всегда находил время для семьи. И сегодня, даже будучи на заслуженном отдыхе, глава семьи не сидит без дела. Сослужа самого мужчины, именно поддержка его любимой семьи помогла достичь ему поставленных целей. С Несибай Мухаммедбековым я проработала в школе 16 лет. Эти годы связаны только с хорошими воспоминаниями. Он всегда находил нужные слова и для педагогов, и для учащихся. К тому же при нём повысилась успеваемость. Помню, что в один год мы выпустили аж 15 человек с алтенбельгой и красными дипломами. Я очень рада, что в областном конкурсе Мириле-Отбаса будет участвовать именно семья Неспекага. Я желаю им удачи в предстоящем конкурсе. Семья Мухаммедбековых активно готовится к предстоящему конкурсу. Любимым дедушке и бабушке также помогают внуки. Готовят фотоальбомы, снимают домашнее видео. Ведь для них Несибай Ата и Баджан Апа – живой пример образцовой семьи, в которой живут гармония, мир и счастье. Кульмира Тимиргалива, Абзал Носипов, телеканал ЖТСУ, Панфиловский район. Чемпион мира среди ветеранов по греко-римской борьбе Нуржан Нурбеков начал проводить мастер-классы. В онлайн-режиме он показывает примеры общей физической подготовки. Всё как положено. Разминка каждой группы мышц, далее поднятие гирей для укрепления формы. Детально расснять техническую составляющую приёмов борьбы. Для удобства любителей греко-римского стиля, видео сохраняется в разных социальных сетях и мессенджерах. Сейчас Нуржан Нурбеков усиленно готовится к чемпионату мира, который, скорее всего, пройдёт осенью этого года в Греции. Чтобы быть всегда в хорошей форме, нельзя прерывать тренировки. Сейчас сложная обстановка в мире, но нужно искать выход из ситуации, проявлять силу воли и быть примером для окружающих. Планирую и дальше продолжать онлайн-тренировки через социальные сети. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова